Итак, доброе утро, дорогие друзья, всем доброе утро, и мы продолжаем изучать притчи царя Соломона, продолжаем изучать Мишлей, Мишлей, сейчас, секундочку, открываю, 31 глава, 31 глава, и мы уже приближаемся к завершению, приближаемся к завершению, осталось нам совсем-совсем немного, 10 отрывочков всего последней главы, и начнем учить что-то новое, начнем учить что-то новое, а я хочу выпустить книгу, выпустить книгу по мотивам этих уроков, так что ждите, скоро будет книга, хорошо, друзья, все, поехали, 31 глава, мы изучаем, какой должна быть доблестная жена, как метафора, доблестная жена, это то, что больше всего помогает человеку или мешает, кстати, интересно, в Торе жена, когда Бог сделал человеку женщину, да, жену, он человека разделил, когда говорят, из ребра он ее сделал, это не совсем правильный перевод, он ее сделал из стороны, скажем так, да, человек вначале был один цельный, и потом он разделился именно на две части, и целое это, целое это не обязательно ребро, можно сказать, что это ребро, но, как говорят, зайди с ребра, да, то есть, с того ребра, вот стол, например, когда несут, говорят, поверни его этим ребром, той стороной, этой стороной, женщина, это, это сторона мужчины, разделили на половины, и что интересно, сказал Бог тогда человеку, вот я сделал тебе эзеркэнэгдо, эзеркэнэгдо, это помощник против него, напротив него, то есть, женщина, она ему, мужчине, помощник, но она напротив него, что значит напротив него, говорят наши мудрецы, комментаторы, что если мужчина удостоился, удостоился чего, быть близким к Всевышнему и жить правильно, да, то есть, по Торе, по заповедям Бога, тогда женщина ему помощник, а если он не удостоился, так она против него, но если она против него, она ему тоже помощник, почему она ему тоже помощник, она ему помогает, как штанга в спортзале, да, человек, штандист идет в зал, поднимает штангу, штанга же тяжелая, ему поднимать ее тяжело, тяжело, но она ему помощник, она его делает сильнее, поэтому для мужчины, женщина является его половиной, которая тут же ему отзеркаливает, вот прям рядом с ним, Она ему отзеркаливает, или он правильно идет по жизни, или неправильно. Если мужчина говорит, а я не пойду в спортзал, я не буду жениться, я не хочу жениться, или как, я не хочу ходить в спортзал, зачем мне напрягаться, то что, то тогда человек, который не хочет напрягаться и ходить в спортзал, тогда он будет слабый, у него все атрофируется и деградирует. И человек, который не хочет жить с женщиной и справлять себя с помощью взаимодействия с женщиной, он, получается, тоже деградирует. То есть он выбрал себе такой легкий путь, казалось бы легкий, но то, что кажется легким, мы уже в Мишле учили, притчах мы учили. То, что кажется легким в начале, оно в конце может быть очень тяжелым. И то, что кажется тяжелым в начале, как, например, тренировки в спортзале, изучение Торы, семейная жизнь. То, что кажется тяжелым в начале, оно в конце дает очень большой хороший результат. Теперь мы изучаем, какой должна быть женщина. И так как женщина для мужчины его половина, и она важнее всего для него. Или она дает ему счастье, больше всего счастья, или она дает ему больше всего страданий таких, пилит его, как пила. То есть она его пилит. Но о чем она его пилит? Она же хочет ему добра. Любая женщина, которая пилит мужчину, хочет ему добра. Факт. Она не будет просто так пилить ради удовольствия. Она хочет его исправить. Теперь, значит, второе-второе метафора, да, то есть это не только описание доблестной жены. Притча это, Эшетхаль, доблестная жена, это метафора на мировоззрение, то же самое. Вот здесь у человека мировоззрение, да, он живет по каким-то правилам. Каждый человек без исключения живет по каким-то правилам, в которые он верит, как в систему. Вот что хорошо, что плохо, что правильно, что неправильно, как надо питаться, как надо тренироваться, как надо учиться, как не надо учиться, какая музыка красивая, какая некрасивая и так далее. То есть каждый человек живет в какой-то своей идеологии. И второе, значит, значение этой, я считаю, самой важной главы, последняя глава в притчах, кто найдет доблестную жену, это кто найдет доблестную идеологию. Жена это не жена здесь, а это идеология. Потому что если человек живет по неправильной идеологии, какая у него будет жизнь? Я вспоминаю когда-то, когда я только начинал свою практику как тренер, как бизнес-тренер, да, как человек, который обучает правилам, по которым можно преуспеть в личной эффективности и в жизни. Значит, ко мне как-то пришел один парень на тренинг, и он говорит, вот хочу с вами посоветоваться. Вот не могу жениться, мне уже там 35 лет, и я очень хочу жениться. Я не могу жениться. Ну, я знал уже тогда, я уже учил Тору, и я знал, что такой есть закон, первая заповедь у меня в книге, 10 заповедей успеха, 100% ответственность. То есть, если у тебя в жизни что-то происходит или не происходит, или получается, или не получается, то причина в том, в тебе, да, это твоя ответственность, в том, как ты думаешь и как ты действуешь. Я ему говорю, давай разберемся, ты жениться хочешь? Хочу. Хочу. Ты пробовал, говорю, как? Давай изучим, исследуем твои действия, которые тебя не привели к 35 годам к женитьбе. Жениться хочешь? Хочу. А он религиозный парень, в Типе такой религиозный был парень. Я говорю, отлично, то есть, значит, желание есть, первый пункт выполнен, то есть, цель есть. Отлично. А ты пробовал, говорю, давай разберемся, как ты к этому вопросу подходишь, может быть, у тебя какие-то действия не очень, я не говорил, не очень правильные, но если ты хочешь и не получается, то Ранам говорит, проверь свои действия. Я говорю, ты действовать пробовал? Ходил там к шатханиот, это в религиозном мире нужно, если ты хочешь жениться, ты идешь к специальным людям, которые называются шатханим, и говоришь, я хочу жениться, и они ищут тебе пару, да. Ходил к шатханиот, ходил, ко всем ходил, всем оставил заявку, хочу жениться, все. Я говорю, хорошо, а ты вообще пробовал, ну, как бы, жениться, там, у тебя были какие-то попытки, женат ты был? Не, не был женат, но пробовал, вот жил с одной девушкой, значит, он был тогда не сильно еще религиозный, потому что религиозный не может жить и не жениться. Значит, я говорю, что? Он говорит, ну, разошелся. Я говорю, а почему? Он говорит, потому что я к женщинам отношусь, как настоящий мужчина. Я говорю, о, вот это интересно. А в чем заключается твоя, вот эта вот идеология, твое правило? Знаете, каждый живет же в своих правилах, как надо относиться к женщинам, как не надо относиться, как должен вести себя мужчина настоящий. Мне очень нравится такое, как человек какой-нибудь, да, который, ну, там, просто человек, обычный человек, он говорит, я сейчас тебе объясню, как на самом деле должен вести себя настоящий мужчина. И вот, ну, я это в кавычках, никто не знает этого, кроме, естественно, царя Соломона, которого мы сейчас изучаем, потому что он знания получил от Бога. Так вот, я этого парня спрашиваю, и как должен вести себя настоящий мужчина? А он такой задумался и говорит, ну, вот, слушай, это же, говорит, понятно. Я говорю, что ж понятно, объясни. Он говорит, если что не так, сразу по роже. Все, моментально. Я тоже так удивился, я говорю, слушай, откуда ты взял эту такую вот мудрость, да, такую вот прямо житейскую мудрость? Кто ж тебя научил-то такому? Он говорит, это меня брат старший научил еще в детстве. Он мне объяснил правила поведения женщинами, да. Ну, дальше я не помню, как было. По-моему, брат это тоже не был женат. Естественно, что с такой схемой достаточно тяжело найти себе удачный брак, да. Но я и так к чему хочу сказать, что когда мы изучаем песню Эшет Хайль, какой должна быть доблестная жена, второе объяснение доблестная жена – это идеология. На этом примере я показал, что очень часто человек живет в совершенно запутанной идеологии, в которой у него нет шансов ни на успех, ни на удачу, ни на здоровье, ни на счастливую семейную жизнь. То есть человек должен найти доблестную жену, найти Тора. То есть для меня это Тора, потому что я верю, что Машар Абену получил от Бога. От Бога получил вот эту вот систему, которую он передал еврейскому народу 40 лет в пустыне. Был тренинг такой, длинный-длинный тренинг, длительностью 40 лет с ежедневным маном «даст Бог день, даст Бог пищу». А перед субботой выпадал ман на два дня, как раз мы сейчас изучаем вот исход из Египта. То есть была такая тренировка, чтобы понять все от Бога, это делай, это не делай, это добро, это зло, так можно, так нельзя. И дальше Бог добавлял через пророков, добавлял чуть-чуть дополнительных правил. И вот давайте сейчас тогда вернемся к 31 главе притчи. И мы дошли до того, что 23 отрывок был про мужа, что чем должен заниматься мужу доблестной жены? Он должен заниматься мудростью, он должен изучать Тору, он должен заседать в воротах со старейшинами. И значит она должна его обеспечивать возможностью постигать высшие ступени духовности. То есть доблестная жена Патори, она берет на себя весь быт и весь бизнес, всю материальную часть жизни. А муж, он берет на себя мудрость и духовную часть жизни. Это как бы идеальный вариант, как советовал царь Соломон 3000 лет назад. Дальше. 24 отрывок. Значит дословно переводится 24 отрывок в чек-листе, какая это идеология, какая доблестная жена, что она делает? Садин Астава Тимкор. Она делает покрывало, то есть у нее есть бизнес по производству покрывал в Этимкор и продает. То есть она умеет это все и делать, и производством занимается, и продает. В Эхагор нас на лякнане. Эхагор это такой вот пояс. Раньше же люди одевались не так, как сейчас, в рваные джинсы. Это сейчас уже дошли до высочайшего уровня развития, чтобы ходить в рваных таких джинсах, как будто бы они порвались. И еще сейчас последний писк, это их надо еще краской запачкать. Тогда это считается красиво. А раньше люди по-другому одевались. Раньше им казалось, что красиво, это такой длинный халат на мужчине тоже, то есть было такое, как халат такой длинный. И был такой пояс, такой пояс, Хагор назвался, как припоясано поясом. И она делала и покрывала, и вот эти вот Хагоры, это пояса, на лякнане, давала она их продавать продавцам, которые розничным торговцам. То есть здесь нам в этом отрывке, в двадцать четвертом, дается бизнес-схема, по которой человек может хорошо зарабатывать. То есть ты должен что-то производить и это продавать. Теперь, если ты сам продавать это не можешь, то ты должен давать продавать профессиональным продавцам, которые будут это продавать. В одном отрывке полностью вот бизнес-схема, как работает бизнес-модель такая, да? Теперь, если это мы скажем про идеологию, про идеологию, что нам здесь говорит Тора, что вот у человека идеология. У одного человека идеология продавать это плохо, у другого человека идеология продавать это хорошо, у третьего там еще какая-то идеология. И продавать честно хорошо, и производить честно хорошо, и быть мудрецом хорошо, и быть писателем хорошо. Все хорошо, если ты делаешь свою работу честно. И Бог сказал, и специально Бог так сделал мир, чтобы в этом мире были люди, которые хотят все. Вот у одного талант быть слесарем, и он любит слесарничать. Есть такие люди, просто они, знаете, говорят, этот слесарь от Бога. Что значит слесарь от Бога? У него талант, он любит это. И он настолько это любит, и настолько это у него хорошо получается, что люди им восхищаются. Но если он не умеет это продавать, то он не будет получать деньги. Я знаю одного слесаря от Бога, конкретно человек был продавцом стиральных машин. Не продавцом, чинил. Вот просто парень такой мастеровой, своими руками чинил стиральные машины. Потом этот парень женился, и семья его жены, она его как бы даже стеснялась немного. То есть он просто, ну, семья была такая обеспеченная, такая семья, а он просто такой слесарь, да, починщик машин стиральных. Но вот тут интересно, кто найдет доблестную жену, цена ее намного выше, чем жемчуг. И его жена, она начала ему говорить, слушай, развивайся, у тебя есть талант, ты умеешь чинить машин дети стиральные, но ты можешь развиваться в этом. И он, представьте себе, он открыл YouTube канал, в котором он объяснял про поломки, в котором он объяснял, как надо чинить, про модели стиральных машинок. У него сейчас 160 тысяч подписчиков в YouTube канале, и у него сеть, самая крупная сеть в Украине, центров по ремонту стиральных машин. Он, он слесарь, он починщик от Бога, но он на этом не остановился. И он научился всем остальным вещам, которые необходимы для того, чтобы свое мастерство донести до людей. Умение продавать, умение рассказывать, умение, умение показать свою работу с лучшей стороны. Понятно, да? Это то, что есть в этом отрывке с точки зрения идеологии. Нет, если это честный труд, нет профессий, которые не нужны. Убери одну профессию, миру будет неудобно. Поэтому Всевышний сделал так, что в каждой профессии есть люди, которые рождены для этого, у них к этому талант. Но дальше, если ты не умеешь продавать, если ты не развиваешься в этой профессии, если ты, в принципе, останавливаешься и не хочешь понимать, что меняется технология, меняется мир, меняются способы продажи, способы общения с клиентами, то это идеологически неправильный подход. Правильный подход – это быть мастером в своей работе и быть человеком, который умеет эту работу продавать. И в этом нет ничего зазорного, быть честным продавцом. Дальше. 25-й отрывок нам говорит следующее. «Оз, Веодар, Левуша, Ватисхак, Льо, Махарон». Это один из самых моих любимых отрывков в 31-й главе, вообще в Мишли. Значит, переводится он так. «Оз, Веодар, Левуша». То есть, сама эта доблестная жена, она одета в «Оз» – это такая сила, она сильная. То есть, она, мы уже изучили предыдущие отрывки, она рано встает, поздно ложится, много работает, помогает бедным, придет, делает, продает, задумала сады, поля купила. То есть, она такая боец, боец, у меня есть одна знакомая, значит, когда-то она проходила у меня тренинг тренеров с Светлана Шаяхметова, ее зовут. Вот, Светлана Шаяхметова. Она, когда мы с ней познакомились, у нее был бизнес бухгалтерский обслуживание компании, юридическое обслуживание компании, несколько заводов по производству там какого-то оптикового локна. Потом она прошла у меня обучение как тренер, поняла, как работает образование и открыла уникальнейших два образовательных проекта, которые просто, ну вот, очень популярны и очень, очень, как сказать, ну, востребованы, да. Вот это как раз, и она очень сильная такая, и физически сильная. Назвать ее, какая она доблестная жена, я не знаю, по-моему, она раза четыре или пять была замужем, и она очень умеет, ну, я думаю, что многим мужчинам она нравится, но как-то видно у нее, из-за ее активности, может быть, рядом не удерживаются люди, тяжело выдержать такую активную женщину. Так вот, значит, Озва Адар Левуша, она, Оз, сильная такая, Адар великолепная, великолепия, она сильная, великолепная, одета вот в эту силу великолепия, и вот сейчас самое главное начинается. И она смеется к последнему дню. Значит, что значит, она смеется к последнему дню? Вот это вот, как бы, без объяснения непонятно. Почему она смеется к последнему дню? У человека внутри вшит страх смерти. У каждого человека, вот у меня сейчас отец в больнице, и он сегодня, кстати, тоже, чтобы было рифа шлама Борух Бен Сара. Слава Богу, что молитвы подействовали, и у него состояние очень резко улучшило вчера, и чтобы было ему дальше рифа шлама ему, и всем, кто вот болеет, близкие люди, всех, кто сегодня слушает этот урок, чтобы прямо пошел божественная сила этого урока на выздоровление вас и ваших близких, если кто-то болеет. Вот, так, человек, в каком бы он ни был состоянии, у него внутри есть вот это вот желание жить, желание жить, то есть это сила вот жить, хочу жить, инстинкт, инстинкт самосохранения. И есть страх смерти, человек боится вот этого момента, момента умереть. Так Всевышний нас сделал, то есть это прошивка, это не то, что ты можешь выбирать, боюсь, не боюсь и так далее. Это прошивка, это как инстинкты установки по умолчанию. Теперь, из этого, этот страх, он руководит очень многими действиями людей. Например, я видел такое исследование, что женщины намного более беспокойны и тревожны, чем мужчины. Что у женщин, если вот, ну, делали опросы, там, исследования и так далее, то есть у них уровень тревожности внутри намного выше, чем у мужчин. И это является причиной вот этих вот эмоциональных там бурь, каких-то подъемов и так далее. Женщина беспокоится, она волнуется, ей нужно все время, чтобы ее кто-то успокаивал, чтобы он ее, мужчина там, ну и так далее. То есть это причина многих проблем в жизни, да, со здоровьем, с эмоциональной сферой, с отношениями и так далее. Теперь доблестная жена, доблестная жена, она не боится умереть. Она, она же в первую очередь духовная, она же в первую очередь, для нее, в конце мы узнаем, что самое главное для нее. Это будет последняя строчка притчи, на этом это завершается. И из-за того, что она точно знает, что смерти нет, что есть только уход из этого мира и переход в следующий мир. Из-за того, что она большую часть своей жизни, даже когда, мы уже это изучали, когда она работала, она думала о том, что эта работа поможет бедным, нищим. То есть у нее в каждом ее действии было милосердие и заповеди, то есть каждое ее действие превращалось в заповеди. Из-за этого она не боится умереть. То есть она смеется в последний день, к последнему дню, как бы к направлению. Она не боится смерти, она готова уйти в любой момент из этого мира в следующий мир. Даже, даже можно так сказать, что она находилась, это же все те царь Соломон, он пророк, и он говорил о тех женщинах, как Сара, которая была жена Авраама, как Ривка, которая была жена Ицхака, которые тоже были все пророчицы. То есть пророк это тот, кто, тот, кто находится одновременно и в этом мире, и в мире духовном. И вот она, эта доблестная жена, она силой и великолепия она одета, и смеется она последнему дню. Сила и великолепия, теперь мы переходим в это же притчи, это же понятными словами говорится о непонятном, о духовном. Каждая заповедь, которую делает человек по отношению к Богу, каждая заповедь, она создает как одежду для души. И когда человек с момента вот просыпается и делает заповедь, 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 у него, его душа, она одета уже полностью в такие одежды, что он смеется, он ждет этого последнего дня даже. Он думает, ну класс, вот я уже перехожу тогда в следующий уровень игры, а там меня встречают все мои предыдущие поколения. Царь Соломон, царь Давид, Мушер Абейну, все встречают, говорят, вот это человек, вот это прожил жизнь, заповедь, 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 заповедь Тора. И значит, она вот такая женщина, она одета вот в эти все духовные одежды, в выполнение заповедей, и она смеется к последнему дню, ей все время весело. Ей все время весело, я очень люблю людей, которым все время весело, они такие веселые, добрые. Есть у меня пару знакомых даже, и женщины тоже есть, таких, которых я знаю, которые прям, вот они все время смеются, им все весело. Почему? Они не боятся смерти, они не боятся завтрашнего дня, они знают, что все от Всевышнего, и Бог человека любит, и Он хочет только добра каждому из нас. И даже если есть в жизни какие-то неприятности, это для того, как спортсмен приходит на тренировку, ему тренер говорит, ну все, сегодня, значит, штанга тяжелая, на тебе, значит, еще к тебе шину привяжем, будешь бегать, и чтоб тебе вообще жизнь малиной не казалась, еще тебе давай что-то потяжелее такое в руте дадим, да? Он говорит, тренер, за что? За что мне это? А тренер говорит, это не за что, это для чего? Это для того, чтобы ты вышел потом на Олимпиаду, и занял первое место, и был счастлив. То же самое Бог, даже если он дает какие-то человеку испытания, сложности и так далее, то Бог хочет человеку только добра, и, значит, а если все хорошо, так вообще надо просто прыгать до потолка от радости, прыгать до потолка от радости. Радоваться тому, что есть, потому что то, что есть, никто нам не обещал, никто нам не обещал, что будет так хорошо жить, никто нам не обещал интернет, когда мы родились еще даже, да, кто в какие годы родился. Сейчас есть масса поводов для радости, поэтому вот этот 25-й отрывок мне так нравится. С силой и великолепием она одета, имеется в виду заповедями, вытискакливая махарон, и смеется она в последний день. Все, удачи всем и успехов, здоровья, благополучия, счастья, успехов во всем всем хорошим, добрым, духовным людям. Все, всем пока.